В ответ на оскорбление угроза теракта. В один из праздничных вечеров в экстренные службы Бузулука поступило сообщение о якобы готовящемся взрыве в кафе. Сотрудники полиции, прибывшие на место у входа в заведение, встретили лжетеррористку, которая объяснила. Заявить о том, что у нее есть тротил, заставили грубияны-охранники. Я никому не мешала, я пришла попуститься в это заведение, потому что оно мне нравится. Девушка, ну вы понимаете, зачем нужно было звонить, поднимать все службы? Потому что пришла охрана и начала меня оскорблять, называть меня наркоманкой. Кто? Вот тот охранник непосредственно. Вы заявление на него будете писать? Буду на него заявление писать. И он будет подтверждать все свои слова. Мы сейчас проявим с ним в наркологию, возьмем мою кровь. И если там не обнаружится никаких запрещенных средств от того, о чем он утверждает, мы у него тоже кровь возьмем обязательно. И мы посмотрим, кто из нас наркоман. Оказалось, девушка – постоянная клиентка этого кафе. И у нее уже не раз возникали конфликты с персоналом заведения, рассказали администраторы. Масло в огонь, видимо, добавила выпитая дамы спиртное. Вы сегодня спиртную употребляли? Нет. А, я возьму все в крови, бокал вина. Девушка, у вас заливщиеся вещества при вас есть? Вызвучитых веществ нет. Вы звонили, что сказали? Я сказала, что мне килограмм тратило. Дома. Дома? Я сказала здесь всех о том, что если сейчас меня не впустят в это заведение, я принесу через час килограмм тратило и подорву это заведение. И поэтому я вызвала пожарную безопасность, чтобы на всякий случай, потому что здесь может сейчас все загореться. Понятно. Девушка? Просто меня незаконно обвиняют в том, что я не делала. Находилась ли девушка в состоянии наркотического опьянения, как говорят охранники, определят результаты анализов. А за заведомо ложное сообщение о террористическом акте возбуждено уголовное дело. А за заведомо ложное сообщение о террористическом акте